Здравствуйте! С вами вновь Ермолина Татьяна. И в своём свежепрогностическом блоге я хочу рассказать о прогнозе на период с 15 по 21 марта и поговорить о том, что будет происходить на этой неделе. Наверное, не просто так сказала, упомянула слово «свежий», потому что рядом такие классные цветы. Я записываю это видео в самый праздник весны, любви и красоты, 8 марта. Поэтому у меня настроение прекрасное, праздничное. Около меня тюльпаны, которые замечательно пахнут и не менее прекрасно выглядят. И мне кажется, я очень надеюсь, что вот это классное настроение я могу передать вам. вам, вы его можете от меня забрать. И ещё я хочу пожелать, чтобы вот в этот праздник, да, понятно, что уже вы будете смотреть, когда он пройдёт, но чтобы вот это настроение нас не покидало в течение всего марта, потому что, как я уже сказала, с точки зрения меня как астролога, март удивительно хорош по отношению к тем зимним месяцам, которые мы уже прожили в 2021 году. Не зря пришла весна вообще. Ну, а что касается той недели, о которой сейчас буду рассказывать, то на ней событие весьма важное, событие, которое я жду как специалист, потому что я себя считаю профессионалом, экспертом Западной школы астрологии. И 20 марта, помимо всех разных других праздников, которые в этот день мы празднуем, будет День астролога. Я принимаю ваши поздравления, я принимаю ваши пожелания, я принимаю ваши комментарии, в том смысле даже, что вы можете ко мне обращаться с какими-то вопросами и говорить о том, что, Таня, может быть, вот это надо улучшить, и вот это надо усилить. И я, конечно, жду от вас, если она, это будет такая обратная связь конструктивная, с хорошим, добрым намерением, то я буду очень рада её принять от вас, так же, как, надеюсь, вы будете рады принять от меня вот эту вот лучик теплоты и какой-то такой радости, которую я сейчас посылаю вам. Это я как раз сказала о том, что вот как раз в субботу, 20 марта, у нас будет переход солнца в знак Овна, и вы, возможно, уже смотрели моё видео, в котором я рассказывала о том, что это день весеннего равноденствия, и это день начала нового астрономического и астрологического года. То есть мы, конечно, новых годов у нас очень много, хотел сказать другое слово, очень много, но вот этот год, он, пожалуй, начало, вот такое начало года, начало новой эпохи, оно самое с точки зрения космоса понятное и аргументированное. И в день весеннего равноденствия, как и в любые другие дни, когда солнце переходит вот в эти кардинальные знаки, это рак, овен, рак, весы и козерог, это дни очень важные с точки зрения наполнения нас каким-то мощным ресурсом. И мощный ресурс у такого дня — это ресурс творческий. Овен — это первый знак, это пионер, это тот, кто идёт вперёд, и прокладывает дорогу первым. Вот мы как раз-таки в своей жизни каждый можем в этот период проложить эту дорогу первым. Может быть, вам стоит это проложить и с помощью знакомства с вашей картой рождения, тогда я вас приглашаю на свой марафон по чтению натальной карты, который пройдёт с 19 по 23 марта. Все подробности про этот марафон вы можете узнать, зайдя по ссылке под этим видео, там будет и возможность зарегистрироваться, и посмотреть, для кого он рассчитан, и что на нём мы будем изучать, ну и, понятно, условия участия. Что касается как бы вот этого дня, ещё раз повторюсь, что мощнейший день, может быть, если вы общаетесь со Вселенной с помощью каких-то ритуалов, то стоит ими заняться. Может быть, это будет какой-то значимый выбор, который вы сделаете в этот день, что-то соинициируете. В принципе, инициации, то есть начало чего-то нового в этот период – это хорошая история. По крайней мере, вы таким образом этому событию придадите нужную динамику, нужную мощь, и, скажем так, будет возможность очень долго в этом событии пробыть. Но, конечно, именно поэтому события, ситуацию, которую вы хотели бы в это время начать, надо тщательно выбирать. Потому что мы прекрасно понимаем, что в некоторых событиях мы хотели бы побыть, но не столь долго. А какие-то, наоборот, нам важно, чтобы они были очень и очень длительное время. Это что касается 20 суббота. Кстати, это ещё и день счастья. Это ещё и день счастья. Поэтому я вас заочно поздравляю ещё и с этим днём прекрасным и желаю, чтобы мы всегда испытывали это состояние и пребывали в нём подольше. Хоть это во многом зависит от нас и почти никак от всего, что с нами происходит на самом деле. Если брать дни немного раньше, то во вторник Меркурий будет переходить в знак Рыб. Это для него достаточно непростое положение. Поэтому переходы всегда планеты в другие знаки — это день такой тоже кризисный по большому счёту. Поэтому я полагаю, что всё, что связано с Меркурием в этот день, это коммуникация, общение, это передача информации какой-то, это может быть обучение какое-то. Это по большому счёту перемещение в пространстве могут быть с какими-то проблемами. Не очень серьёзными, но если есть возможность, то на этот день, на 16 марта, не надо какое-то обучение в этот день начинать или чему-то учиться, может быть, какое-то небольшое обучение проходить. Не надо перемещаться, то есть особенно если вы начинаете путешествие, то, может быть, его не в этот день, по крайней мере, запланировать. И не надо договорённости какие-то создавать. Солнце ещё в этот день в аспекте к Плутону. Сильное положение у Солнца в связи с этой связкой с Плутоном. Поэтому это, скорее всего, ещё и день, когда мы будем искать те сферы, которые мы можем наибольшим образом контролировать, в которых мы можем наибольшим образом влиять. И вот, кстати, для себя выберите ту сферу, где ваше влияние очень сильно, очень мощно, и попытайтесь там сделать какой-то прорыв. Может быть, маленький подвиг даже случится. Ну, в общем, надо нащупать ту тему, в которой вы сейчас немножечко маг. То есть немножечко больше можете в ней сделать, чем другие, а может быть, немножечко. И в этот день действительно там может случиться прорыв в этой теме. Также я обращаю ваше внимание на 18 марта, потому что в этот день Венера в аспекте к Плутону. Ну вот Венера, она прям бежит по пятам за Солнцем. И буквально с ним в воскресенье 21-го… Нет, извините, не в воскресенье. Не в воскресенье, в 26-го, то есть на следующей неделе, она с ним, так сказать, сольётся в едином экстазе. Но до этого ещё далеко. Пока они ещё не сблизились и идут по пятам друг у друга и как бы повторяют тему друг друга. То есть сначала что-то проходит Солнце, то есть наше эго какой-то экзамен, а потом мы делаем там выбор определённый. Вот как раз-таки та тема, которой вы будете заниматься 16 марта, она будет вами рассмотрена со всех сторон 18 марта. И в ней могут произойти какие-то изменения, потому что вы для себя решите, что вам не нравится, а что не нравится, что вы готовы менять, с чем вы готовы там мириться, потому что Венера однозначно про мир. Вот. А какая часть этого вопроса однозначно не ваша, и вы её, например, или делегируете, или же полностью исключаете. То есть вот как ни странно, вот этот аспект между Венерой и Плутоном может быть достаточно важным, несмотря на то, что сам по себе он не очень мощный. Ну, между ними секстил — это не мощное. Но это всегда, кстати, секстил — это тоже аспект выбора. Так что вот 18 числа мы что-то выбираем, и это как-то связано с началом нашей недели, этот выбор. И может быть, это, конечно, связано даже и с какой-то любовной тематикой. И тогда это может быть вопрос какой-то нашей страсти, какого-то нашего сильного увлечения, который появится вот во второй части недели. 21 числа. Ну, 20-го-то я рассказала. День весеннего равноденствия, новый космический год и День счастья. А вот 21-го Венера переходит в Овны. И, как я уже сказала, это тоже немножечко кризисный момент всегда, переход планеты в новый знак. Просто когда планета маленькая переходит в новый знак, то есть который быстро движется, это не такие большие кризисы по отношению к тому, когда большая планета переходит в новый знак. Вот я это очень чётко заметила по прогнозам. По прогностике, когда я делаю прогноз на события у клиентов, я вижу, что даже когда большая планета перемещается в новый знак, она управляет каким-то важным домом тематическим или она стоит в нем или она как-то очень мощно на него завязана спектарно то в ней в этом доме в этой ситуации в этом жизненной сфере происходят изменения но это не тот случай венера маленькая планета мы пока еще с вами живем в том периоде когда никакая большая планета ничего не меняет ну а венера перейдя вовна создаст некие новые ситуации связанные с личной жизнью с личным выбором и конечно создаст для нас до 14 апреля она будет в знаке овна и создаст для нас определенную атмосферу связанные с отношениями и теперь отношения строятся на конкурентной борьбе отношения строятся на определенных вызовах кто кого кто быстрее кто дальше кто сильнее сейчас соревновательный момент выйдет на первый план в отношениях и в личных и в профессиональных но если в профессиональных он более менее понятен да и скажем так уместен то в личных отношениях именно поэтому венера вовне считается сложным положением потому что здесь это не совсем то что людей сплачивает да вот эта конкуренция борьба вот это вот место под солнцем вот это вот попытка другому доказать что я круче я сильнее я лучше во всех отношениях и это конечно то самое положение при котором каждый из нас начинает подначивать другого на что-то то есть мы дразним друг друга вот 21 марта именно этим и будет отличаться что в отношениях у наступит может быть какой-то маленький кризис какой-то конфликт что-то мы сравним с другим у себя и нам покажется что другой в этом лучше и нам почему-то это сильно не понравится и мы будем злиться на него да и будет мы будем дразнить друг друга в чем-то так что будьте аккуратнее в этот день чтобы вот такая вот венера не принесла ваши отношения раздор и конфликт после такого чудесного дня я еще раз вас зову на свой марафон и зову свои социальные сети ссылка на них есть тоже в этом в описании под этим видео и во всплывающих окнах и желаю вам всего наилучшего до новых встреч до свидания